Я хотел бы сделать разъяснение по поводу перевозки пенсионеров с 10 до 12, бесплатно, по наличию премисов. Вчера состоялась встреча с экономической генетой, которая осуществляет перевозку пассажиров на территорию Минский ГОС. Они согласились продлить, чтобы бесплатно вывозить пенсионеров с 10 до 12, по маршруту седьмого, 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 седьмого. Все как обычно было, все и есть. Неизвестно на какой слог, но они согласились продлить, вывозить пенсионеров бесплатно. Ну, такая была договоренность изначально, что из 10 до 12, не в часы пик, они вывозят пенсионеров с тех районов, где они работают. Они согласились? Нет никаких? Такого нету нигде пока. И такой цены на проезд в Валере тоже, только в Кишиневе. Если не знаю, как троллейбусное управление, вот по результатам, вот мы вчера же приняли программу «Зеленый город», и сейчас в течение пару месяцев должна быть следующая программа, это транспортная логистика, да? И по этой программе у них себестоимость 4,50 в одной поездке, и это не считая льготников. А льготников у Востока рекомендации, наверное, 50% везет. Там больше богатых. И с 50% платных, а, к сожалению, 50% не платных. Вот на кого ложится, основная нагрузка. И еще на ней повесили Нижний Павль и Кишиневский мост. И сейчас еще выпустили троллейбус на Северный вокзал, уже через переезд. Все льготники есть, исключительно на электрическом транспорте. Ну, я знаю, что есть обращение от перевозчиков о поднятии. Да, но имеется в виду в тех районах города, где их нет, но видели все, что уже начали в СМИ, в массе СМИ, чтобы попринять одно, второе, что связано с политическим. Ну, я хотел, чтобы стало ясно на всех, что мы продолжаем, а я не продолжаю, бесплатно вывозить наших пенсионеров здесь. Это проблема не только беншинских перевозчиков стали. Это проблема во всей стране. Все перевозчики требуют повышения цены на проезд, потому что им не хватает. С учетом еще последних заявлений, что бюджет города хотят поднять четыре раза, его поднять четыре раза можно только как в Аргееве, подняв налоги столько раз, когда сбежали все экономические агенты оттуда. И когда, допустим, тем же таксистам будет не 250 леев, как мы решили, а полторы тысячи в месяц машин, да они сами побегут по селу Матю, без того, чтобы применяли к ним другие санкции. Посмотрим, какая будет цена на проезд у нас буквально в течение следующих двух недель. И останутся льготные перевозки. Но то, что пока не согласились о перевозах, это очень хорошо. И это правильно, потому что это те договоренности, которые были между нами и перевозчиками. Продолжение следует...